Обязанности учителя и ученика. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Я рфаиллэху ладзина аману минкуму ладзина утю ль-илма дараджат. Аллаху бима та'амалуна хабир». Аллах возвещает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Сура препирательства, аят 11. «Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, обладателя мудрости, все знающего, у которого неся товарища. И свидетельствую, что наш господин, великодушный и грамотный пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, в преддверии нового учебного года мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он стал годом усердной работы, максимального совершенства и больших успехов для всех наших детей. Причем, ислам, несомненно, придает знанию первоочередное значение и уделяет ему особое внимание, ибо оно представляет собой жизнь сердец и светильных взоров. Благодаря знанию человек поднимается до мест праведников и получает в высшей степени, в мереской и загробной жизнях, а также поддерживаются родственные связи, становятся известными запретной и дозволенной. Аллах Всевышний возвеличивает одних людей и делает их лидерами и инициаторами добра, которым другие люди стремятся подражать. Поистине, забота ислама о знании и побуждении к нему появилась сразу с момента неспослания первого аята Священного Корана. Всевышний Аллах сказал Читай во имя Твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из густка крови. Читай, ведь Твой Господь, Самый Великодушный, Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. Суразгусток. Так, самым первым откровением, неспосланным пророку Мухаммаду, был приказ читать, ибо чтение — это первая дверь к знанию. Затем указывается на письменную трост, которая является инструментом документирования и передачи знаний. Все это демонстрирует всему человечеству достоинства знания и настоятельно призывает его получать. Знание занимает значительное положение, и деятели науки занимают заслуженное место. Так, если бы не было знаний и ученых, люди сбились бы с пути и заблудились. Знание — это свет, благодаря которому человек видит правду и истину. А ученые — подобные небесным звездам, по которым люди находят правильную дорогу. Разве тот, кто знает, что неспосланный тебе является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом. Сора Гром, аят 19. Всемогущий Аллах в данном аяте разделил людей на два разряда — ученых и слепых. При этом Он Всевышний поставил знания против слепоты, в то время как здесь имеется в виду зрение по знанию, а не обычный взор. В Священном Коране говорится, «Фаиннаха ла та'мал Абасар, ва лакин та'мал Кулубу латифи Судур». Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящихся в грудях. Сурак Хадж, аят 46. Таким образом, благородный Коран повесил важность знания, уподобляя его власти, говоря, «Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, показал актуалность знаний и добродетели его преобразования. Умер ему благословение Аллаха, поведал, «Тому, кто вступил на какой-нибудь путь, желая обрести на нем знания, Аллах облегчит путь в рай». И поистине, ангелы непременно будут возлагать свои крылья перед искателями знания, выражая свое удовлетворение тем, что он делает. И поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитателей небес и земли, и даже киты в море. Что же касается превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светелами. И поистине, обладающие знанием, являются наследниками пророков. Пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в наследство одно только знание. И тому, кто приобрел его, достался великий удел. Кроме этого, однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу-Дарру, да будет доволен им Аллах, «О, Абу-Дарру, чтобы ты вышел с утра из дома и выучил один аят из книги Аллаха, лучше для тебя, чем совершение молитвы в сто ракатов. И чтобы ты вышел с утра из дома и выучил один раз дизнаний, в соответствии с которыми поступают или не поступают люди, лучше для тебя, чем совершение молитвы в тысячу ракатов. Между тем, имам Али, да будет доволен им Аллах, говорит, знание лучше, чем имущество. Знание защищает вас, а вы защищаете имущество. Знание – это правящие, имущество – управляемое. Имущество уменьшается расходованием, а знание увеличивается распространением. Знание имеет великую мораль и благородные нравы, которыми должны обладать как ученик, так и учитель, в том числе, во-первых, преданность Аллаху Всемогущему. Так, учитель и ученик должны искать лика Аллаха и избегать лицемерия и неискренности. Ибо знание имеет скрытое удовольствие. Если оно завладело сердцем раба, то у него доминирует показуха самолюбования и высокомерия. Между прочим, наш пророк, мир ему благословение Аллаха, предупреждал обо всем этом. Он да благословит его Аллах и приветствует из рек, кто познавал знания, чтобы соревноваться им с учеными, или спорить с невеждами, или обратить взори людей на себя, того Аллах введет в ад. Во-вторых, скромность. Так, однажды имам Малик написал Ар-Рашиду, когда вы получите какое-то знание, необходимо, чтобы его проницательность, смиренность, скромность, почтительность и снисходительность были видны в вашем поведении. Умар да будет довольный им, Аллах также сказал, приобретайте знания и научитесь ради него смиренности и уважительности. Ведь знание не получается при высокомерии или непослушании, а приобретается скорее с помощью просьбы, да и увеличивается при помощи набожности. Всевышний Аллах сказал, Так что было сказано, тому, кто бы не ввел себя в соответствии с тем, что он знает, Аллах дает ему возможность приобрести знания, чего он еще не узнал. Так, работа является условием приобретения божественного знания, на чьё праведного раба Всевышний Аллах говорит, Могли Сулейману разобраться в этом, и даровали им обоим власть и знания. Сура Пророкы, аят 79. А про пророка Иоанна Всемогущий Аллах сказал, «Я Яхья, крепко держи Писание, мы одарили его мудростью, пока он был еще ребенком, а также состраданием от нас и чистотой, он был богобоязненным». Сура Марьям, аят 19.13. Аят 12.13. Кроме этого, на языке ангелов в Священном Коране говорится, «Предчистые, мы знаем только то, чему ты научил нас. Воистину, ты знающий, мудрый». Сура Карова, аят 32. В-третьих, солидность. Узнание есть свой гламур, престиж и величие, поэтому ученый должен обладать хорошим внешним видом, очищаться, тушиться и держаться подальше от бесполезных и абсурдных советов. В данном отношении пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поведал, «Поистине, прямой путь, правильный внешний вид, соответствующий требованиям религии и умеренность – это одна из 25 частей пророчества». Ученый для спрашивающего подобен врачу для пациента. Он должен относиться к нему с любовью и вести его по правильному пути. Муавия б'Надхакам поведал, «Однажды я начал совершать молитву вместе с пророком, да благословить его Аллах и приветствует, и один из присутствовавших чихнул. Я сказал ему, да помилюйте тебе, Аллах. Люди сердито посмотрели на меня. Я сказал, да лишится меня мать, чего вы смотрите на меня? Затем они стали бить себя руками о бедра, указывая на то, чтобы я не разговаривал, и я замолчал. Когда молитва закончилась, пророк, да благословить его Аллах и приветствует, подозвал меня, да будут мои отец и мать выкупом за него, он не стал ругать, бить или оскорблять меня». Существует ряд качеств, которыми ученик должен обладать, в том числе, во-первых, озабоченность о том, чтобы постоянно и неустанно учиться. Ему нельзя напросто тратить свое время. Говорят, знание не дает тебе часть свою, пока ты не посвятил себя ему. На вопрос, каково ваше желание знать, Ашафай ответил, «Если я впервые слушаю какое-то слово, мои органы желают и слушать его так же, как и уши мои». Его спросили, «Как тебе это интересно?» Он ответил, «Подобно тому, кто неимоверно заботится о накоплении денег». Его спросили, «А как ты ищешь знания?» Он ответил, «Это так же, как женщина ищет своего единственного ребенка». Во-вторых, проявление уважения и почтения к учителю. Ученику нельзя плохо относиться к своему учителю, ни словом, ни делом. Ашафай сказал, «В присутствии имама Малика я переворачивал листик так легко, что он не услышал этого». Ар-раби Адасмин Астивица над ним Аллах сказал, «Клянусь Аллахом, я не смел пить воды, пока Ашафай смотрел на меня знак крайнего уважения к нему». Нет никаких сомнений в том, что нам крайне необходимо получать все знания, благодаря которым можно разобраться в настоящем мире. Настолько, насколько они соответствуют нашей религии. У нас больше нет роскоши времени. Наученные исследования, изобретения и творения для нас стали постоянной задачей, чтобы мы смогли догонять или хотя бы достичь части того, что мы упустили. Каждый из нас должен обладать духом творчества, инноваций, амбиций или, по крайней мере, иметь желание вновь создать нацию такой великой, какой была во времена наших предков, которые скончались в поисках знания и прилагали огромные усилия для его приобретения, пока не заняли авангардное место и стали знатоками и мастерами всех искусств и наук, которым они подвергались, и которые стали чистыми источниками и вдохновляющими фонарями для всех последующих наций и цивилизаций. При этом мы должны принять следующий лозунг. «Строим так же, как построили наши предки, и делаем так же, как они сделали». Следовательно, ученик и учитель обязаны отличать себя хорошим нравом. Их действия должны совпадать со своими словами, чтобы это имело хорошее влияние на общество. Известно, что наша община была великой и славной среди других народов, когда она придерживалась знания, труда и морали. Ведь где существуют мораль и знания, там есть процветание и развитие. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, в мире благословения печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семи сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, поистине, ислам поднял положение знания и ученых независимо от их специальностей. Так полезные знания содержат в себя все, что может приносить людям благо касательно их религии и жизни. Вот почему мы видим, что аят «Иннама яхшаллаха мин аибадихи л-улама» «Боятся Аллаха среди его рабов, только обладающие знанием». Приводится по случаю речи о космических науках, где Всевышний Аллах говорит «Алим тр أن الله أنзл من السماء мاء, فأخرجنا به ثمرات مختلفа альвانها, ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها, وغربي بسود, ومن الناس والдواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخшى الله من عباده العلماء, إن الله عزيز غفور». Неужели ты не видишь, как Аллах не спосылает с неба воду, посредством которой мы выращиваем плоди различных цветов? В горах также есть различные тропы – белые, красные и совершенно черные. Люди, животные и скот также бывают различных цветов. Боятся Аллаха среди его рабов, только обладающие знанием. И есть действие, Аллах могущественно упомянуть,iblство funny мы извращив!.. СурKit Англии, аят 27-28 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под полезным знанием мы понимаем все, что приносит пользу людям в мирской и загробной жизнях, включая шариатские и арабские науки, медицину, фармасевтику, физику, химию, астрономию, инженерию, энергетику и все другие знания. Ведь знание – это главная основа творческой национальной личности. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха. Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания. Сураб Чиоли, аят 43. Причем слово «викр» или «напоминание» шире таким образом, что оно невозможно ограничиться одной наукой, ведомо содержит все полезные знания. Непременной обязанностью, которая в настоящее время возлагается на улемов, является исправление ошибочных представлений об исламе и мусульманах. Им необходимо работать над распространением правильного исламского мышления. Мы умоляем Аллаха Всему Гущеу Невелик дать нам и стать умеренными, учить нас тому, чего мы не знаем, напоминать нам то, что мы забываем, и устраивать наше дело наилучим образом.